Всем привет! Добро пожаловать на самую полезную кулинарную программу. Да-да, вы не ослышались именно полезную, потому что здесь учимся превращать не очень полезные блюда в то, что можно, а главное, нужно есть. Итак, с вами Роман Ладнев и секреты маленького шефа! О вкусах не спорят. Есть такая поговорка. Действительно, а чего спорить-то, если и так понятно, что вкусно, а что нет? Вот, к примеру, сосиски и чипсы вкусно, но не полезно, а каша и брокколи полезно, но не вкусно. Я решил исправить эту вопиющую несправедливость и начал собирать рецепты полезных, а главное, вкусных блюд вот в эту книгу. Смотрите, сколько набралось, а? И мне уже не терпится поделиться с вами одним из них. Но готовить одному не очень весело, поэтому я пригласил помощников. Оскару Максимову 8 лет. У него очень много разных увлечений. Оскар занимается каратэ и рукопашным боем, играет на двух музыкальных инструментах и поёт в хоре. Степану Деревянкину тоже 8. Степан занимается тхэквандо, играет на фортепиано и мечтает, когда вырастет, стать автогонщиком. Привет, ребята! Привет! Так, это у меня в гостях Оскар и Степан. Три твоих самых любимых блюда. Суши, картошка, фри-бургер! Ух ты, какая скорость! Молодец! Оскар, вопрос к тебе. Три твоих самых любимых блюда. Бургер, какао, наггетсы. Ух ты, какой прекрасный выбор. Ну хорошо, три блюда, которые вы умеете готовить. Степан? Яичница, чай, салат. А ваши три блюда? Яичница, чай, салат. Вы в одной кулинарной школе учились, да? Ну и третий вопрос. Три блюда, которые ты никогда бы в жизни не попробовал бы? Свекла, холодец, рыба. Ох, вот так вот, да? Ну а три твоих самых нелюбимых блюда? Селедка, морковка, капуста. О, фу, особенно когда вареная, да? Ну ничего, ничего, ребят, мы научимся готовить это так, чтобы это было не только полезно, но еще и вкусно. Предлагаю нам сегодня написать вот на таких маленьких листочках название блюд, которые вы очень любите, но которые, к сожалению, являются не очень полезными. Затем то, что вы написали, мы сложим вот эту огромную миску, перемешаем, выберем любое блюдо наугад и будем его сегодня готовить так, чтобы к нам нельзя было придраться. Готовы? Да. Пожалуйста, листочки и фломастеры перед вами. Начинаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, кто будет вытягивать? Ха-ха, я-я-я, я тоже хочу. Что делать? Предлагаю воспользоваться считалкой. Лебедь, щука, птица, галка, вот тебе и вся считалка. Ху, Степан, ты вышел, вытягивай. Мюсли. Ха-ха, мюсли. Действительно, мюсли. М? А давайте узнаем, что по поводу батончиков мюсли нам говорит моя большая кулинарная книга. Подай, пожалуйста, мою большую кулинарную книгу, Оскар. Спасибо. Итак, мюсли. Мюсли – это залог здоровья и правильного питания. Одна беда. Часто под видом этого прекрасного продукта подаются батончики с химическими добавками и высоким содержанием сахара. Ну что ж, попробуем приготовить мюсли, которые можно встретить на прилавках магазина. Что нам для этого понадобится? Конечно, для этого нам понадобится много-много сахара. Кстати, признавайтесь, любите сладкое? Да. Давайте с вами предположим, сколько кусочков сахара можно съесть, ну, в каком классе учитесь? Во втором. Во втором. Ну, сколько можно съесть в тараклашке кусочков сахара? Два. Два? Три. Я буду честен и скажу вам, что обычному тараклашке можно съесть не больше шести кусочков сахара в день. Вот я вам сейчас буду показывать разные продукты, а вы попробуйте угадать, сколько кусочков сахара в стандартной порции продукта. И здесь у нас это газировка. Сколько кусочков сахара в лимонаде? Десять. Десять? Почти угадали. Семь. То есть, если вы выпиваете стакан газировки, то вы уже превышаете дневную норму сахара для второклассника. Ну, а это у нас молочный коктейль. Как вы думаете, сколько здесь кусочков сахара? Восемь. Восемь? Девять. Кто больше? Десять. Десять. Верно. Представляете, стакан коктейля и на два дня о сладком можно забыть. Ну, а это у нас... А? Починюшки. Как думаете, сколько здесь кусочков сахара? Один. Двадцать. Двадцать? Нет. Ну, конечно, не двадцать и, к сожалению, не один. Здесь пять кусочков сахара. Ну, а это у нас сладкий батончик. Да. Да. А сколько здесь кусочков сахара? Пятнадцать. Пятнадцать? Ну, нет, конечно, не пятнадцать. Девять и недвадцать. Здесь всего лишь пять кусочков сахара, но тоже достаточно много. Оскар, Степан, а теперь давайте попробуем приготовить батончик мюсли так, как это делают на производстве. Насыпайте. Раз. Два. Три. Продолжайте. Четыре. Пять. Отлично. Теперь нужно добавить овсяных хлопьев. Вот они. Ну, к овсяным хлопьям у нас претензий нет и быть не может. Теперь нам нужно немножечко чего-нибудь жирненького, да? Добавим масло. Какое масло будем добавлять? Подешевле, подороже? Подешевле. Так батончик выгоднее получается, правда? Вот вам масло, добавляйте. Ну так, чуть-чуть, пару капель. С каким вкусом будем готовить мюсли? С банановым или с клубничным? Это ароматизаторы. С банановым. С банановым. Давайте с бананово-клубничным. Чуть-чуть банана. Ребята, сыпьте клубнику. Хорош? Как вам нравятся такие мюсли? Будете пробовать? Нет. Может быть, ты, Оскар? Ну, маленькую ложечку. Действительно, я бы и сам вам не разрешил это пробовать. Здесь какая-то гадость. Отставляем это в сторону. Давайте попробуем приготовить мюсли так, чтобы они были не только вкусными, но еще и полезными. А рецепт таких мюсли у меня записан в моей большой кулинарной книге. А кто же будет читать рецепт в моей большой кулинарной книге? Я, я. Ребят, предлагаю поиграть, а вот кто победит в игре, тот и будет читать рецепт. Айда в игровую. Пойдем. Вы умеете вышивать на пяльцах? Ага. А вообще умеете шить? Да. Правда? А что умеете шить? Пуговицы. Ты умеешь пришивать пуговицы? Я пуговицы могу зашивать, а дырки всякие. И это похвально. Я тоже сам себе могу пришить пуговицу, заштопать носки, золотать дырку на коленке. Ну, мало ли, где-нибудь штанину разорву. Что ж, друзья мои, предлагаю вам перейти от слов к делу. Перед вами вот такие замечательные пяльца, и мы будем вышивать на них. На старт. Внимание, поехали. Как ловко справляется с ниткой Степа. Я даже ему немножко завидую. Половину нити уже израсходовали? Все. Все. Ну что ж, стоп. Оскар, по-моему, очень аккуратно ты вышиваешь. Ну. Красиво. Но, да, аккуратность требует времени. Ну что ж, по-моему, здорово получилось. Но нитка твоя израсходовалась быстрее, чем у Оскара. И ты победил в нашем маленьком соревновании. Мы тебя с Оскаром поздравляем. У-у-у. Здорово. Аплодисменты. Здорово. Класс. Ну что ж, мы отлично поиграли. Степан, ты выиграл. Тебе выбирайте рецепт в моей большой кулинарной книге. Пожалуйста. Оскар, подай, пожалуйста, книгу победителю. Победителю нашей первой игры. Выбирай рецепт. Что там гласит нам книга? Я выбрал батончик «Бодрое утро». Бодрое. Обжарьте сухофрукты, орехи и овсяные хлопья вместе с медом и кленовым сиропом. Хорошенько перемешайте и выложите в форму. Запеките массу в духовке до образования румяной корочки. Остудите и уберите в морозилку на 15 минут. Нарежьте батончики и наслаждайтесь отличным вкусом. Ну что, мы готовы наслаждаться отличным вкусом? Да. Ну, нужно для этого только приготовить то, чем мы будем наслаждаться. Прошу, большую кулинарную книгу поставьте на место. Ребят, начнем. Начнем нарезать сухофрукты. Держите ножи, они острые, поэтому поаккуратнее. Держите ножи, замечательно. С черносливом справились? Да. Давайте мне его сюда. Нам нужно нарезать курагу. Вот, кстати, курага у меня не помытая. Чернослив я успел помыть перед нашей программой. Чувствуете, он такой немножко мокренький. А курага сухая. Замачиваем курагу. Ну, а пока она немножечко замачивается, мы с вами займемся орехами. А кто знает, что это за орех? Грецкий. Грецкий? Желудь? Да, похож на желудь. Это лесной орех, фундук. Вот его нам нужно и расколоть. Итак, я вам выдаю этот замечательный орехокол 1, орехокол 2. Выдаю вам по 10 орешков. Кто из вас наколит быстрее, тот и победил. А вы умеете пользоваться орехоколом? Нет. Ну, так я вам сейчас покажу. Смотрите, берете орех. Оп. В одну сторону. Скорлупа. В другую ядрышко ореха. Прошу. С орехоколкой нужно обращаться аккуратно и лучше, конечно, под присмотром взрослых. Так. Ну, с фундуком мы справились. Там у меня есть орехи посложнее. Фундук был разминочный. А вот это вот орехи для серьезных мужчин. Знаете, что это за орехи? Грецкий. 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 Как думаете, трудно будет их колоть? Да. Может быть, закажем в студию большой отбойный молоток? Да. Или тяжелый пресс? Да. Да? А может быть, вы справитесь просто-напросто орехоколом? Не умеет. Я уверен, что справитесь. Но для того, чтобы вы справились без проблем, я вам расскажу одну маленькую хитрость. Чтобы легко расколоть грецкий орех, его нужно на несколько минут замочить в теплой воде. Что мы сейчас с вами и сделаем. Пока размачиваются наши грецкие орехи, давайте вернемся к нашей кураге. Берем курагу. Вот она у нас уже хорошенько замочилась, стала мягкая и чистая. Скажите, а какой у вас самый любимый предмет в школе? У меня математик. У меня изо. Что ты рисуешь на изо? Сегодня мы рисовали клёны. Клёны? Да. Оскар, а почему математика? Не знаю, мне нравится решать задачи. Нравится решать задачи? У меня тоже, кстати, еще любимый предмет математика. Наши грецкие орехи уже размякли. Так. Попробуем их расхватить. Ох! Я справился с орехами, а вы справились с моим заданием. Давайте измельчим орехи, пусть это будет ваше дело. А я растоплю мед, масло и кленовый сироп. Так вы ловко обращаетесь с ножом. Вы, наверное, маме помогаете на кухне, да? Да. А у вас есть братья и сестры? У меня только... У меня сестра. У меня только две сестры. Ну ничего себе только. А у тебя, Степка? Одна сестра. Целая. Целая одна сестра. Я научился пользоваться ножом, когда ходил в походы. Ты ходил в походы? Я два раза или три походы. О, расскажи-ка, как ты ходил в походы. Рассказывайте про походы. Мы, во-первых, ехали, по-моему, на три дня в поход. Там была рядом речка, мы там ловили рыбу, потом еще... У нас был с собой котел, и мы делали уху там из рыбы. Из рыбы, которую сами наловили? Да. А с кем ты ходил в поход? Я ходил в поход с папой, с мамой и с моим другом. И с его родителями. Здорово. А надолго вы ходили в поход? На три дня я сходил. Ничего себе, и ночевал в палатке? Да. Ну, Степа, ты рассказывай про свой поход. Ну, поход, он не на целых три дня, но где-то точно до ночи. Мы пошли рыбу ловить на целых несколько часов. Угу. Так, что наловили? Одну щуку, но целого маленького червячка. Так, здорово. И карасей маленьких. Ну, я положил сухофрукты вместе с медом, сливочным маслом и кленовым сиропом в сковороду. Вот, смотрите, уже тут все разогрелось. Как у вас орехи готовы? Осталось только добавить овсяные хлопья. Что мы и делаем. Перемешиваем. Кстати, а помните, какой сироп я добавил сюда? Кленовый. Кленовый. А как вы думаете, из чего его делают? Из клёна. Верно. Какое удивительное дерево, да? Вообще на свете много удивительных деревьев, из которых можно добывать разные полезные вещи. Вот, например. Знаете, что это? Шоколадное дерево. Да, это плоды шоколадного дерева. Как думаете, что из них делают? Какао. Да, верно. Это дерево называется гивея. Ещё его называют резиновым деревом. Из сока этого дерева, вот видите, сок выступает беленький, делают каучук. Но это что за прекрасные деревья? Дуб. Дуб, верно. Ну а это? Липа. Да, верно. Это клен. А как думаете, что можно сделать из дуба и клена? Подсказка. Что у меня в руке? Бумагу. Да, верно. Бумага. Бумагу можно сделать из дуба и клена. А это? Берёзовый. Древесина берёзы является очень твёрдой и является прекрасным строительным материалом. Кора осины содержит яркий пигмент. Из него можно делать красители. Ива. Ива. Да, верно. Что можно сделать из ивы? За грибами ходили? Да. А куда складываете грибы? Корзинку. Верно, корзинку. А корзинку делают из ивовых прутиков. Так что ива является тоже строительным материалом. Пока мы с вами разговаривали про деревья, наша масса для мюсли практически готова. Смотрите, какая она стала липкая, тягучая, да? Её осталось только выложить в формочку и отправить на 15 минут запекаться в духовку. Духовка у меня предварительно была разогрета. Выкладывайте массу. Оскар, помогай. Сейчас мы отправим нашу форму с мюсли запекаться в духовку. Ну а пока она будет запекаться, мы с вами немножко поиграем, чтобы выбрать рецепт второго блюда. Согласны? Да. Отлично. Итак, мы с вами в игровой. Ребят, любите играть? Да. А в какие игры вы больше всего любите играть? В машинки. В машинки. Хорошо. А во дворе с ребятами? Футбол. Футбол, здорово. Так, что ещё? Баскетбол. Оскар, ты играешь в баскетбол? Да. Здорово, класс. Обожаю эту игру. Трёхочковый. Здорово, да? А когда были совсем малюсенькие-малюсенькие, когда ещё ходить не умели, во что играли? Я вообще не помню. Не помните? Я вообще не помню. Ну, наверное, у вас были погремушки, были? Скорее всего. Ну, наверное, какие-нибудь... И соска. Соска была, погремушки, маленькие детские игрушки, кубики были? Были. А помните, такие были пирамидки? Да. Которые нужно собирать? Да. Вот, собственно, они перед вами. Сейчас посмотрим, насколько вы хорошо в детстве играли в пирамидки. Но только они в разобранном виде. Не торопитесь. Всё не так просто. Вы должны их собрать, но... Не за время. Кто быстрее? Но не просто собрать, а собрать... Правильно. С закрытыми глазами. И правильно. А правильно это от большего к меньшему. Я даю вам повязочки на глаза. Пожалуйста, надевайте их сами. Так. Так. На старт. Внимание, начали. Так. О, собрал. Молодец, Зидя, я поздравляю. Ты первый. Это я не боюсь. Ну, дожди. Давай дождёмся Оскара. Так. Ну вот. Вот и наша конструкция. Ничья. Как это ничья. Давайте проверять. Это Стёпа нам собрал. Ну, а это Оскар-конструктор. Идите ко мне. Давайте посмотрим на пирамидки. Мне кажется, у меня правильно. У тебя правильно. Стёпа, а у тебя ошибочка вышла, да? Угу. Маленькая, малюсенькая. Ну что ж, признаем, что победил Оскар, да? Да. Поздравляем, Оскар. Ну что, друзья мои, пока мы с вами развлекались в игровой, наши мюслик приготовились. Я их немного остудил в холодильнике. Вот во что они превратились. Ну, как вам нравится? Да. Сами делали. Красота, правда? Мне не терпится это скорее попробовать. Но ещё больше мне не терпится узнать рецепт второго блюда. Оскар, ты у нас победил. Тебе читать рецепт. Читай скорее, не задерживай добрых и честных людей. Правда, Степан? Да. Вот зебра. Обжарьте киви и бананы на сковородке. Порежьте батончики мюсли на небольшие кубики. Выложите слоями фрукты, батончики и йогурт. Чем больше слоёв, тем вкуснее. Мюсли есть, фрукты есть. Начнём готовить. Начнём с фруктов. Вот бананы. Вот киви. Вы умеете чистить киви? Нет. Ну, во-первых, киви можно почистить просто-напросто, как картошку. Ножечком, да, кожуру снять и всё. Или киви можно разрезать пополам. Оп. И аккуратно достать мякоть киви чайной ложечкой. Проводя её по кругу плода. Вот и всё. Какой способ вам больше нравится? Разрезать и провести. Тебе второй способ. Мне тоже. Тебе, Стёп. Ну что ж, пожалуйста. Вот вам разрезанные киви. Вот вам маленькие ложки. А что ещё называют киви? Птица. Да. Смотрите, какая маленькая птичка. Она является символом Новой Зеландии. Когда селекционер вывел этот замечательный плод, он назвал его в честь этой маленькой птички. Ну а мы с вами плавно переходим к банану. Кстати, а как вы едите бананы? Вот так. Чистите? Ну а я вам скажу, что на островах Карибского моря едят бананы прямо с кожурой. Это невкусно. Ну почему невкусно? Их прямо жарят с солью, с перцем. А вот, смотрите-ка, жареные бананы. Эти бананы называются мадурос. Готовят их таким образом, что они остаются в кожуре. Готовят их в Латинской Америке. Ну а это бразильские бананы с сыром. Бананы режут пополам, вдоль, и между ними кладут ломтик сыра. А затем запекают. Мне с сыром очень хорошо. Бананы с сыром. Здорово. Ну что ж, давайте вернемся к нашим традиционным бананам. Бананы нужно разрезать на маленькие кусочки. Справитесь? Да. Пожалуйста, вам бананы. Пока вы дорезаете бананы, я разогрею сковородку. На сковородку нужно положить небольшой кусочек сливочного масла. Мороженое. Оно не мороженое, оно просто охлажденное. А вот как думаете, сильно ли нужно греть сковородку? Чтобы масло растопить? Нет. Почему? Потому что масло может сгореть. О, верно. Смотри, как ты соображаешь. Хорошо, а? Ну что, кладем бананы. Режьте киви. Карамелизируем фрукты. А знаете, что такое карамелизировать? Нет. Нет. Когда-нибудь топили сахар? Плавили сахар? Да. Он образует карамель. Пробовали когда-нибудь карамель? Да, точно. Вон такие карамельки, только сахарные карамельки. Для того, чтобы лучше выговаривать слово карамель, мы можем потренироваться на скороговорке. Скороговорка сложная. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. И матросы три недели, карамель на мель ели. Ну-ка, попробуйте. Вез корабль карамель, наскочил корабль на мель. И матросы, три недели, карамель намели, ели. Отлично. Супер, вы справились со словом карамель. Практически карамелизировали бананы и киви. Смотрите, как красиво. Ну что, друзья мои, теперь приступим непосредственно к приготовлению нашего блюда. Веселая зебра. Так. Наверное, надо немножко нарезать на батончики, да? А немножко оставить для нашего сладкого салата. Оставшиеся мюсли нам нужно поломать. Ну а теперь давайте соберем с вами салат. Вот вам блюдо под салат. Предлагаю выкладывать наш салат зебра слоями. Сделать слоеный салат. Ну, готовы? Да. Пожалуйста, коллеги. Прошу. Белая полоска из йогурта. Самое время. Вот такой вот салат зебра сконструировали сегодняшние мои помощники. Сегодня я со своей задачей справился, как вам и обещал, превратил не очень полезное блюдо во вкусное и полезное блюдо. Да? По-моему, здорово получилось. Да. Ну а вы еще не совсем справились со своим заданием, потому что вы еще не показали мне свои поделки. Ну, показывайте быстрее, мне не терпится их увидеть. Ох, какая красота! Разделочная доска. Сам делал? Да. Ну, прям вот видна рука мастера. Художник, художник. Какие цвета, какая яркость, какая экспрессия. А какие фрукты, какие ягоды. Замечательно. Спасибо тебе большое. Наверняка этот экспонат станет украшением моего музея. Ну, а у тебя что здесь, Оскар? Ох, какая красота! Кто рисовал? Я. Ты так замечательно рисуешь. По-моему, потрясающе. Здорово. И перчики еще украсил. Не только... Настоящий. Да, настоящий. Это инсталляция, да? Ну что ж, по-моему, и вы замечательно справились со своим заданием. Друзья мои, итак, сегодня мы с вами узнали, почему батончики из магазина едва ли могут называться полезной едой. А также научились сами готовить вкусные, полезные батончики «Бодрое утро». А еще приготовили из них салат «Зебра». По-моему, здорово получилось, да? Да. Спасибо вам, ребят. Спасибо, мои помощники. Вы настоящие молодцы. Друзья, ну а если вы хотите стать участником нашей программы, то пишите нам по этому адресу, присылайте нам свои заявки. Вам повезет, и мы обязательно пригласим вас в гости. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!